Всем здравствуйте, с вами на связи Леня Манцеда, я приветствую вас на своем канале. У нас в Греции уже наступило лето и очень жарко, поскольку я не могу в своей комнате иметь кондиционер, мне приходится, чтобы было тихо, вам ничего не мешало закрывать двери, окна, и это вообще невыносимая жара, поэтому в предыдущие дни не было раскладов по этой причине, что я закрываю, мне очень-очень жарко. Но все-таки я собралась силами и решила преодолеть этот барьер теплоты и записать для вас видео. Ну, вам это, в принципе, не обязательно знать, просто я знаю, что многие из вас ждут расклады, и мне хочется, чтобы вы были в курсе дела. Да, надо будет эту проблему как-то решить, потому что если я ставлю вентилятор, опять-таки я помню по прошлым годам, когда слушатели возмущали, что есть какой-то шум, который мешает, ну, все прям иметь не могу. Либо приходится ночью, да, записывать как-то, чтобы были двери, окна открыты, но решу. А тема сегодняшнего нашего расклада «Почему душа выбрала именно такое тело?» Эту идею была прекрасная девушка-женщина под ником Феникс, за что я ей благодарна. Поэтому вы можете оставлять свои идеи для раскладов в разделе «Сообщество» под последним постом в комментариях, я их читаю для... в ближайшее время, да, то есть я планирую очень интересные... ладно, не скажу, сюрприз. Ладно, оставляйте свои идеи там. Да. Итак, почему... в связи с чем выразился этот вопрос? В связи с тем, что вопрос касался того о том, что есть люди, которые рождаются, например, без каких-либо конечностей, да, инвалиды. С чем это вообще связано? То есть, ну, либо с болезнями. Я хочу сказать буквально в двух словах о том, что душа создана, но выбирает, да, такое тело. И есть теория, которая говорит о том, что люди, которые рождаются в бесконечности, да, ну, например, как известный всем Ник Вавычев, если я правильно помню его имя, ну, это человек, который ни в одной жизни кончал уже жизнь самоубийством. И вот это вот насильственное внедрение, ну, прекращение, скорее всего, своей жизни, да, оно чревато последствиями. И вот последствия мы видели до тех пор, пока человек не начнет принимать свою жизнь, да, благодарить за ту жизнь, которая у него есть в том теле, с теми ограничениями, да, которые у него есть. Вот. Ну, это такова была, в кавычках, да, расплата. Вот. И в этой жизни этот человек принял, да, свое тело. Мы видим, у него есть прекрасная семья, если я не ошибаюсь, у него, по-моему, трое детей. Вот. Оказается, что в следующей жизни он уже родится в здоровом теле. Поэтому, если вы задаете вопрос, почему, допустим, я родился там низким, да, либо очень высоким, либо еще что-то, на то было согласие вашей души, то есть душа не случайно рождается в конкретном теле. Вот. И, ну, это, как хочется сказать, да, вопросы к вашей душе. Все проблемы, да, все, что вам не нравится, к вашей душе, да, то есть она выбирала это тело. Да, для чего-то оно нужно было. У кого-то оно такое стройное, спортивное, для кого-то оно достаточно, ну, может быть, полноватое. Вот. Всему есть объяснение. Блин. Итак, три позиции. Давайте я сначала. Ну, ладно, по этой колоде. Ладно. Три позиции выбирайте. Первая, вторая, третья. И мы с вами посмотрим, почему именно ваша душа выборала это тело. Помните, что это общий расклад. Вот. Это не обязательно, что в вашем случае будет именно так. Просто относитесь ко всем раскладам, крайне мере, на моем канале, как к развлекательным, да, но, как говорится, в каждой шутке из доля истины. И ваша задача как раз-таки вычленить для себя истинность той информации, которую вы получаете. Просто получите ее и в дальнейшем уже самостоятельно, да. Сегодня как раз-таки у нас была беседа с одной коллегой, где мы сошлись на том мнении, что именно при обучении, как моем, так и ее, мы не получали конкретные ответы, а просто информацию. И вот этот вот недостаток, да, понимание, как работает это, да, или либо что мне нужно делать. То есть вот эти вот вопросы, да, они как раз-таки и сподвигали, и были неким таким пинком в нашем развитии. И исходя из этого мы пришли именно, ну, я буду за себя говорить, я пришла именно к тому, где я нахожусь и тем знаниям, которым я нахожусь сейчас. То есть они мне не давались готовым в виде. Я нигде не обучалась так, чтобы конкретно мне дали вот прям готовые ответы. А ответы нет на все, мне говорили вот эта вот информация, а дальше иди и ищи ответы сама. И если бы я не была такой любознательной, то я бы не получила тот опыт, который я имею. Поэтому иногда, когда я слышу, а как мне это сделать, вот в этом как раз-таки и заключается еще раз повторюсь, по крайней мере на моем канале, ваш собственный урок. Это ваша задача ответить на вопрос, как. Искать разные способы, разные методы. Моя задача дать просто информацию. То не обижайтесь, если я не отвечаю вам на вопрос, как решить ту или иную задачу, либо в раскладах не рассматриваю совет, потому что, ну, это ваш урок. Вот так я скажу. Если я буду давать советы, либо рекомендации, даже если это через дорог, то это будет все достаточно, ну, субъективно. И ваша задача научиться контактировать с самим собой и находить ответы в себе. Ну, то есть, а иначе вы полагаетесь на внешние факторы, как я, допустим, ну, кем я являюсь, да, внешним постелем, на котором вы опираетесь. Вот, и еще одна такая ремарочка, пока вы выбираете позицию, если в какой-то момент мои расклады перестали вам резонировать, да, либо вызывают какое-то, ну, не очень приятное ощущение, да, раздражение, может быть, еще что-то. Имеется в виду, что прошло время вам развиваться самостоятельно, то есть перестать смотреть мои расклады. Это не говорит о том, что качество информации стало другое, либо я как-то влияю вас на вас, да, своими внутренними трансформациями, нет. Иногда наступают такие моменты, когда мы должны что-то оставить позади и пойти дальше, двигнуться дальше на своем пути. То есть велика вероятность того, что вы уже меня переросли, да, мою информацию, и вам нужно идти двигаться дальше. То есть вот этот костыль, о котором я говорила, отбрасываете и идете дальше по жизни самостоятельно, что меня будет очень-очень радовать. Ну, то есть я такой переходный этап, если можно сказать. Итак, мы с вами приступаем. Позиция номер один. Для какого урока, то есть какой урок вы проходите в своем теле? Так, ну, это общий урок, который здесь говорится о какой-то некой трагедии, да. Карта так и называется. Трагедия – это урок касательно того, что, возможно, вы уже пережили в прошлом, и все никак не можете это отпустить. И вот это вот влияние, да, каких-то прошлых ваших ситуаций, оно мешает вам двигаться дальше. Вот. И вы видите во всем как-то вот, ну, как-то трагично, да, я бы сказала, смотрите на жизнь. Здесь чисто символично изображена на карте Ива, да, плачущая Ива, достаточно эмоциональная, которая скорбит, которая сожалеет. Есть прекрасный миф об этом, да, ну, по крайней мере, в апреческой мифологии. Можете почитать самостоятельно. И также нарисована планета Сатурна, что является... Сатурн – это вообще серьезная такая планета, которая ассоциируется с временем и с уроком. И здесь, исходя из этого, да, вот мы делаем какую-то трагедию, которая когда-то нас задела в прошлом, да, которая имела на нас влияние, но вот значимость именно этой ситуации, она осталась у нас. И мы смотрим уже на все схожее, да, с данной ситуацией через призму того прошлого. И это вызывает в нас... Ну, то есть тем самым мы создаем какую-то трагедию, да, что-то такое прям очень эмоциональное, очень яркое и негативно окрашенное. Вот это вот ваш урок. И этот урок вы... Для этого урока вы выбрали как раз-таки свое тело. И вот теперь смотрите, для этого урока, да, для трагедии, для того, чтобы реализовать этот сценарий, один сценарий, да, у вас много сценарий, я не знаю, какое количество, вот, но один из сценарий именно этот. И для реализации вы выбрали для себя тело, которое... И будет либо несколько вариантов, либо вы все это соединяете в себе, эти качества, да. То есть одно из свойств вашего тела, да, это подвижность, это гибкость, это желание находиться постоянно в движении. То есть любые путешествия, все, что вам помогает узнать свое тело, открыть что-то в своем теле, это... Ну, находится в вас. Я не могу здесь сказать конкретно какого роста вы, да, но здесь вот, в принципе, мне кажется, здесь больше идет такой средний рост, не высокий. Но я могу ошибаться, потому что людей много, да, это же не индивидуальный расклад. Но качество здесь заключается в следующем. То есть первое – это стихия воздуха. Она говорит о подвижности, она говорит о легкости, да. То есть как раз-таки вот эта вот трагедия, да, этот сценарий этого... этого урока. Ваше тело, оно дано для того, чтобы как раз-таки расширить свое сознание. То есть гибкость, она будет у вас проявлена не только в теле, но именно и в вашем сознании. Вы должны... То есть ваше тело так создано идеально, да, чтобы вы могли расширять свое сознание. Как это связано? Это может быть связано через какие-то физические нагрузки. Например, через йогу, да, не просто йогу, которая дает силу, а возможно через ха-ха-йогу, если, ну, которая направлена на гибкость, да, именно на гибкость своего тела. Потому что показательно, сколько гибкое тело, столько гибкий у нас и ум. Здесь именно подвижность, да, возможно, у вас и будет лишний вес, у некоторых из вас, но такое, знаете, я бы сказала, достаточно добротное тело. Я не знаю, как объяснить слово добротное в теле, да, может, по-моему, другие не являются. Нет, а здесь оно какое-то вот такое... Знаете, есть люди коренастые, да, они могут быть гибкими, могут быть подвижными, но они коренастые. Вот ваше тело, да, оно коренастое, оно красивое, да. Я не удивлюсь, если вы действительно занимаетесь своим телом, спортом. Если даже не занимаетесь йогой, ну, то есть, есть категория людей, которые действительно занимаются йогой, либо какими-то... Знаете, вот недавно я узнала о том, что есть упражнение, да, такой инструмент, как правило. Может быть, кто-то из вас слышал, если нет, забейте в интернете, на YouTube посмотрите. Я не могу точно сказать, да, кто создал, но, по крайней мере, оно есть в России. Это 100%. Это такой необычный инструмент, который направлен как раз-таки на вытяжение, да, позвоночника, вот своих суставов, то есть, выправлять, потому что правильный позвоночник – это залог нашего здоровья, это наша основа. И вот здесь вот, то есть, к чему я? К тому, что вот, если вы будете заниматься спортом, вы будете выбирать какие-то… Ну, вот если мужчины, да, то здесь они предпочитают как-то единоборство, да, то есть борьба, то, что связано каким-то образом именно с контактом, если это командная работа, да, как-то контактом с телом. Вот. Ну, тело здесь будет достаточно, еще раз повторюсь, подвижное, легкое. То есть, здесь две категории, да, одна категория – либо вы достаточно худые, если это так можно назвать, такие воздушные люди, а есть категория людей, которые достаточно такие… ну, не то что мускулистые, я не могу сказать, что вот накаченные, да, здесь мужчины, либо женщины прям с рельефным телом. Нет, ну, такие, наоборот, достаточно… Как я называю это? Ну, плотные. По крайней мере, тело может быть здесь упругим. Ну, она так задумывалась. Если мы говорим о телосложении, то я не вижу, чтобы здесь были высокие люди, ну, выше метр восемьдесят. Где-то до этого уровня, даже метр восемьдесят – это много. Ну, где-то такой средний рост. Далее, еще какое ваше тело? Оно подвижное, да? Оно подвижное, потому что вам любопытно, в жизни все. И для того, чтобы проигрывать этот сценарий трагедии, вам нужно получать этот опыт. То есть надо, знаете, условно говоря, вляпаться в какую-то историю, да? А для этого, если вы будете сидеть дома, ну, как-то сложно будет создавать какие-то ситуации, где можно будет проигрывать вот этот сценарий. Поэтому я могу предположить, что ваше тело, да, с одной… Здесь очень хорошо сочетается, да, стихия энергии, да, то есть присутствует воздух и присутствует огонь. Вот воздух и огонь, они взаимодополняющие стихии, потому что отцом является огонь, а сыном – воздух. И поэтому вот здесь вот такая вот очень прекрасная подвижность, да, может быть, в теле, еще раз повторюсь, но с другой стороны, это вы как-то, ну, как будто бы не летаете в облаках, но заземляете. Здесь есть королева бубнов, в классике это королева педакли, карта говорящая, ну, то есть масть стихии, а, скорее всего, земли. Это такое, знаете, что-то прочное, что-то комфортное, такое уютное, то есть тело… Поэтому я сказала, что оно даже если оно и будет, ну, такое плотное, с лишним весом, ничего не будет висеть, то есть это не будет безобразно, потому что вот прям жир где-то висит. То есть лишние килограммы, они, они бы, я бы сказала, дают, если женщина, она дает какие-то, знаете, вот такие округлости в нужных местах. Вам, может, это не нравится, но внешне это не выглядит безобразно. То есть оно выглядит достаточно красиво. и здесь, если мы говорим о мужчинах, то, может быть, с возрастом у мужчин появится небольшой животик, да, только связан с тем, что даже не то, что вы любите поесть, да, хорошо и вкусно, что тоже не исключено, а вот здесь вот мне идет больше, знаете, вот это вот винишко, да, либо пиво иногда в излишестве, если вы выходите, да, то здесь вот, может быть, с этим связано пузико небольшое. Вот, но так я не могу сказать, что тело как-то вот негармонично либо некрасиво. Единственное, что здесь нету кубков, но это показатель того, что нету отечности, да, что в принципе работа, допустим, лимфы, либо жидкости в вашем организме, то есть оно, как бы так сказать, в норме, да. Если вы относитесь к категории людей, которые худые, такие жилистые, да, то здесь ваша, может быть, проблема такая, что это связано, либо у вас судороги бывают иногда, либо в ногах, либо суставы, да, как-то могут, допустим, побаливать, либо здесь еще у меня такое ощущение, что кожа у кого-то может быть сухая, да, ну, если это женщина, понятно, да, кремами можем пользоваться. Ну, если мужчины, то, может быть, вот как-то это будет видно на ваших руках. Так, вот такое тело вам дано для вашего урока, ну, давайте посмотрим, да, в чем же плюс данного тела с вашей точки зрения, именно с вашей, да, потому что потом мы посмотрим с точки зрения высших сил, да, души, то есть вы в чем находите плюс своего тела, ну, то есть что вам нравится в вашем теле? Ну, на самом деле вы считаете, что ваше тело красивое, да, это с вашей точки зрения, не с точки зрения других людей, не с точки зрения души высших сил, нет, с вашей точки зрения ваше тело, оно красиво, оно достаточно гармонично, оно такое, знаете, плодородное, вот если женщина, да, то способная выносить, ну, потомство, да, то есть достаточно здоровое, я бы так сказала, и плюс вашего тела, как раз-таки с вашей точки зрения, это красота, невозможно, вы гордитесь своими волосами, а возможно, как я говорила ранее, женщины гордятся какими-то частями своими, которые имеют округлости, да, у кого-то могут быть это бедра, у кого-то может быть грудь, у кого-то попа, ну, в общем, что-то с какими-то округлостями, да, это в вашем теле вам нравится. Что еще вам нравится в вашем теле? Знаете, здесь такое ощущение, что вот оно как-то вот, есть какая-то вот, вы знаете, гармоничное, да, то есть если, опять-таки скажу, если есть лишний вес, то он по всему телу, ну, не то, что разложим, как это, по всему телу равномерно, да, все, как это слово-то забыла, располагается как-то так, не могу сейчас помнить это слово, но вы меня поняли, то есть нету какого-то вот перекоса, вам нравится, что в вашем теле все гармонично, что еще, в чем плюс, да, вашего тела? Здесь такое ощущение, что вот ваша одежда на вас, она сидит как-то так дорого очень, ну, то есть вы можете со вкусом одеваться и, ну, как-то, знаете, с достоинством, что даже не важно, какую вещь вы покупаете, вот она на вас сидит очень-очень красиво, так-то, недостаточно дорого, то есть вы умеете себя как-то преподносить. Ну, я не вижу, чтобы вы видели какой-то перекос здесь в своем теле, потому что вы были все карты абсолютно позитивные. Ну, давайте я еще посмотрю на ракурное колодце, да, что вы считаете. Так. Вы знаете, здесь если и идет, допустим, какие-то в теле изменения, да, то они связаны как раз-таки с эмоциональным фоном, вот для того, чтобы проигрывать в ваш сценарий трагедии, здесь выпал карта, которая называется печаль, то есть вы на эмоциональном фоне можете, допустим, набирать лишний вес, да, либо наоборот не есть, то есть здесь вот какие-то вот такие крайности, либо вы очень переживаете и заедаете, либо наоборот у вас пропадает аппетит, или как-то вот страдаете, да, здесь переживаете очень сильно. вот здесь вот как-то знаете мудрости, да, какого-то вот опыта, ну, то есть здесь вот прям вы видите, что ваше тело, оно какое-то такое неизнашиваемое, да, что ли, как-то, если так можно сказать, то есть, ну, с возрастом оно может становиться даже лучше, красивее, гармоничнее, и вот даже если вы в какие-то экстремальные ситуации попадаете, например, даже ту же самую печаль, да, то на вас это как-то вот не откладывается внешне, да, может быть, там морщины, кто-то, если переживает, так вот, морщины, а вот у вас как будто бы, ну, время, оно, ну, как будто вы дружите со своим временем. Хорошо, давайте посмотрим теперь, в чем плюс с точки зрения души, да, вот данной темы, то, что вот оно выбрало, да, вот в чем именно плюс вашего тела. А вот душа как раз-таки вас и выбрала, да, вот это вот, смотрите, прочность, она вам дала для того, чтобы, во-первых, вы проходили уроки, которые связаны со страхами, ну, то есть для вашего развития, здесь идеально прям все продумано, что те уроки, которые вы должны будете, проходить, для того, чтобы развиваться. Многие моменты на этом пути, да, они будут вызывать у вас страх, и эти страхи, они будут как-то вот откладываться в каких-то зажимах, блоках. И тело вот выбрало специально такое, знаете, то, что я говорила ранее, какое-то такое тело, которое, как будто бы оно не исчерпывает свои ресурсы, как это называется, ну, знаете, как будто вот регенерация у вас хорошо проходит, ну, такое вот прочное тело, которое не изнашивается. Почему? Потому что, видимо, изначально оно знало, что у вас будет очень много страхов, и вот эти страхи, блоки, они будут как-то влиять на вас для того, чтобы вы пришли именно к принятию, да, именно себя, к познанию себя, то есть ваш путь развития, он как раз-таки и связан с тем, чтобы вы примирились с собой, чтобы вы приняли себя. В принципе, да, вы видите себя достаточно красивым, свое тело, и поэтому, ну, по идее, здесь не должно было быть каких-то особых проблем, хотя мы говорили уже о трагедии, но вот именно ваш урок развития познания себя через что-то новое, здесь даже если мужчина, почему-то кому-то нравится, из мужчин именно скалолазан, я знаете, если, ну, вот горы как-то, причем я вижу, что вы как будто бы вскарабкиваетесь, да, на эти горы, то есть лазите, здесь могут быть какие-то повреждения, как порезы, и не синяки, а вот именно порезы, знаете, вот когда острый камень как-то порезался, покорябал, может быть, даже ножевые какие-то вот ранения, да, здесь могут быть, но при этом это ваше тело, оно не калечит, а наоборот, каким-то образом, как говорят, шрамы мужчин украшает, здесь даже как-то, как-то так может быть, то есть душа специально для вашего развития выбрала именно вот такое тело, потому что она знала, насколько ваши блоки будут влиять именно на ваше тело. Так, хорошо, а теперь давайте посмотрим, в чем минус вашего тела с точки зрения именно вашего. Не будем рассматривать с точки зрения души, потому что душа всегда выбирает идеальные, и она не видит минус. То есть оценочная позиция, она существует только у людей. У души нету оценочности, потому что оценивает у нас ум. И у меня так прекрасно потекла свечка. Прошу прощения, на. Интересно. Дышу, сделаю. Итак, в чем минус видите вы, да, с вашей точки зрения минусы? Знаете, здесь такие карты интересные выпали, да, ну, во-первых, верховная жрица, она всегда говорит о какой-то двойственности. То есть здесь у вас, я могу предположить, что вам не нравится, что вы, например, минус вашего тела какой-то, вы знаете, дисбаланс, да, хотя в плюсе идет то, что вы видите красиво, но это одновременно идет и то, что где-то вам кажется, что нужно еще доводить как-то до идеала, да, свое тело, что здесь нету как будто бы какого-то баланса. С другой стороны, минус здесь может быть, что вы, как вам, с вашей точки зрения, что вы как будто бы не можете реализовать какой-то свой потенциал. То есть, возможно, например, вот то, что я говорила, да, если, например, выбрать балет, да, то, либо какой-то вид спорт, каплек, атлетик, например, для женщин, то женщина, например, с маленькой грудью, это, ну, достаточно принято и комфортно, да, для таких, как спорта, либо для балета, для танца. А у вас, возможно, есть некие округлости, которые, ну, как-то, ну, противоречат, потому что я не могу сказать, что они мешают, да, но они как-то, вы бы не смогли реализоваться. И вот, допустим, если вам нравился балет, а вам как раз-таки говорили о том, что вот ваше тело, либо, например, нету подъема, да, что очень важно, именно в балете. Ну, а у вас, допустим, там, плоскостопие. И вот здесь вот такое вот ощущение, что вот как-то вы считаете, что вот ваше тело, оно не может реализовать какие-то ваши способности, да, ваше как-то желание, которое вы хотели. То есть оно как-то мешает, вот именно в реализации своих способностей. Да, здесь вы как будто бы, знаете, иногда ощущаете себя жертвой, что вот вы как будто бы не видите на самом деле вот свое тело, как будто бы все его прелести, что на самом деле то, что вы считаете, что вас ограничивает, на самом деле это вам просто не нужно. Ну, здесь вот вопрос как раз-таки потенциала и желания, что это вы не можете как-то свое желание реализовать, как будто бы ваше тело не может реализовать. Вот такая вот у нас была первая позиция. Напишите, насколько вам это звалось. Итак, мы с вами переходим в позиции номер два. Какой урок вы здесь проходите? Здесь урок вы должны пройти личного мифа, который говорит о том, что вам нужно будет знаете, познать себя, потому что в полной мере вы здесь не умеете как-то вот выражать себя, да, то есть вы как будто бы адаптируетесь все время под ваше окружение. То есть вы не то, что вы как будто бы наигранно, да, там, радуетесь либо еще что-то, но в душе у вас, например, может быть одно состояние, а вы его никогда не покажете. Вы все время показываете то, кем вы не являетесь на самом деле. Почему? Потому что здесь присутствует вот такой страх быть собой, да, что возможно меня осудят, возможно меня не будут любить, возможно меня не будет как-то принимать. И вот здесь вот вы все время скрываетесь за какой-то маской. И иногда бывают такие моменты, что вы уже устали от этого и хочется быть вот именно самим собой. Поэтому урок вашей жизни, да, который вы будете проходить, он связан непосредственно с этим. То есть с научением себя проходить именно те моменты, да, которые будут вас приводить к тому, что снимай маску, да, тебе не нужно, тебе, ну то есть тебе не надо защищаться от мира, мир не агрессивный, то есть будь собой. То есть здесь про быть, а не про казаться. То есть вы не кажется не то, что вы хотите казаться лучше, чем вы есть, но вы наоборот, я вам сказала, боитесь показать себя. И вот такое ощущение, что вы все время проживаете не свою жизнь. Вот. Поскольку у вас вот этот сценарий, да, здесь проигрывается, то и тело, оно как раз согласно данному сценарию и дано вам. Давайте посмотрим, какое у вас тело для этого урока. Какое вам дано тело? но если смотреть по стихиям, да, то здесь достаточно много воздуха, да, я бы сказала, в энергиях. Воздуха и земли. Воздух и земля на самом деле они между собой как будто друг друга уравновешивают своей противоположностью. То есть это не гармоничные стихии по своей природе. Они наоборот противоположные и тем самым они уравнивают друг друга. Но здесь я не вижу воды, да, и здесь я не вижу огня, то есть я не вижу какого-то такого, знаете, импульса движения, да, то есть здесь может быть с одной стороны земля, она дает нам некую холодность, да, и воздух. Здесь может быть у вас тело такое, знаете, ну, достаточно, я бы сказала. Вот от среднего к худому вы идете, да, то есть вы не полный человек. По крайней мере по своей природе, по своей натуре, да, больше такого стройному, да, более такому воздушному телу. То есть если даже есть какой-то вес дополнительный, он не такой, ну, в пределах трех-пяти килограмм, не больше, но здесь присутствует, есть такое ощущение, как будто бы у вас бывает иногда вздутие живота, вот какой-то вот воздух, да, очень воздуха присутствует много в вашем теле. почему-то мне идет то, что иногда у вас бывает какое-то вот загрязнение вашего организма. Вы очень много думаете, и здесь как раз недостаток огня, который помог бы вам сжигать вот эти вот ваши негативные какие-то программы, установки, ну, то есть импульса огня не хватает, теплоты иногда, может быть, у вас руки-ноги мерзнут, такое тоже может быть, а с кровообращением может быть не все так хорошо, то есть у меня такое ощущение, что конечности мерзнут, ноги в большей степени, а руки, они они сухие, но вот мне хочется сказать, что они холодные и влажные, но здесь не влажные, здесь скорее всего сухость, хорошо, что, а для чего еще, какое у вас тело, ну, вот тело вам дано для того, чтобы вы как раз таки проходили вот эти вот уроки потерянности своей души, когда вы теряете свой путь, и знаете, самое интересное, что вот урок, когда у вас именно проживать свою собственную жизнь, вы периодически будете проходить, находиться на каких-то перекрестках, где вы будете выбирать, вот у вас, причем, знаете, не выбор чего-то, каких-то предметов, либо решений, а именно духовного пути, то есть вот тело у вас создано таким образом, чтобы вы все время находились вот в каком-то духовном поиске, были на каких-то, знаете, вот перекрестках выбирали, чтобы вы учились выбирать себя, а вы периодически теряете себя, и вот вас вытаскивают, возможно, у вас ситуации даже в жизни были такие, что, хочется сказать, я не знаю, может быть, не у всех, но у кого-то проиграется, когда вы, ну, если не в куматозном состоянии, то вот прям на грани такое ощущение, что вот вас вытаскивали всегда, то есть когда тело болело, а вот через болезнь как будто вот вас в последний момент спасали, да, но вот вы не находитесь вот именно в духовном таком поиске, куда мне пойти, что мне делать, и когда это происходит в краске тогда, когда вы не проживаете свою жизнь, то есть здесь, если бы вы жили своей жизнью, да, то, что вам нравится, что вы хотите, через выражение своих эмоций, своих желаний, не бояться кому-то не понравиться, и так далее, у вас было бы, ну, так скажем, во-первых, это сказалось бы сразу на финансах, сто процентов изобилия, то есть вот вы бы были более таким изобильным человеком, и у вас бы вес, он прибавился, а здесь получается так, что вы беспокойные, но не в контексте подвижности, а вот внутренне здесь на нервную систему очень сильно влияет, потому что вы очень много думаете, и вот здесь вот, возможно, у вас проблемы с нервной системой могут быть как блок, как блок сопротивления жизни и непринятия, потому что вы не делаете тот выбор, ну, в пользу себя, и поэтому нервная система здесь у вас тоже может иногда перегружаться. Кстати, вот инсульты, инфаркты, они тоже здесь проходят, как сопротивление самой жизни, сопротивление непринятия именно себя, своей жизни здесь еще может проходить и легкие, в общем, что связано с воздухом, у вас, ну, то есть, астма здесь тоже может с дыханием, да, тоже проходить, потому что это тоже по воздуху проходит, очень активно, очень много воздуха у вас. Хорошо, давайте я попробую описать ваше тело, то есть здесь больше как-то с болезнями, но как-то внешне, как вы выглядите, да, вот хочется просто именно вам, по первой позиции такого не было, мне хочется сказать какой-то внешне. Здесь была карта нападения и карта креста. Мне кажется, что здесь нету высоких, прям очень высоких людей, которые выше метра восемьдесят пять, но здесь такое, знаете, вот ощущение, что достаточно плотно ходите, стоите на своих ногах, ну, по земле как-то ходите достаточно такие крепкие люди по телосложению, ну, то есть не совсем прям худышки-худышки. здесь вы знаете, многие из вас не ходят с ровной осанкой, а есть какой-то вот горб, да, как будто бы, ну, либо если вы ходите в уголку, все время опускаете вниз, как будто бы под ноги смотрите, ну, сгорбившиеся, то есть не с прямой осанкой, сгорбившиеся, у кого-то может быть сколиоз даже, либо что-то с позвоночником здесь тоже, что именно, да, какие-то, знаете, вот я же говорю, вот вы прям на грани смерти были, причем не один раз, здесь какие-то травмы могут быть, поэтому отсюда идет, то есть у вас не то, что какое-то вот искрепление позвоночника, еще что-то, а это из-за какой-то травмы, где-то, наверное, в подростковом возрасте больше, я бы сказала, где-то так юность, но не взрослый, не старше 30 лет, где-то до 24 мне идет, где-то с 14, где-то до 24 вот там какие-то возможно травмы, были повреждения позвоночника, где-то у кого-то пятый позвоночник, почему-то я вижу что-то там есть, ладно, мы не будем сейчас делать диагностику, позвоночника, но вот это как-то связано и позвоночника, как еще вы выглядите, знаете, ваш вид, он как-то угрожающий, не то, что вы страшны, а как-то вы угрожающие, транслируете себя, то есть, может быть, люди вас даже и побаиваются иногда, значит, такое ощущение, что либо вы сжимаетесь, у вас ощущение, вы транслируете, что кто-то как будто бы хочет на вас напасть, либо наоборот, вы где-то как-то себя ведете, как будто бы нападаете, да, то есть, готовые к какому-то, потому что такое ощущение вот от вас исходит, что как будто бы вы готовы к неожиданному, либо к защите, либо нападению, но вы зажаты очень сильно, возможно, у вас красивый голос, да, вы очень красиво, можно сказать, молитесь, да, вот если вы проговариваете молитву, то именно ваша интерпретация она очень прям звучит, звучит, так знаете, заманивающий, может быть, тембр голоса у вас такой приятный, мягкий, достаточно, лицо у вас красивое, выразительное, вот здесь идет все равно продолжает идти вопрос какой-то защиты, вы как будто защищаетесь от людей, и это внешне как-то выражается каким-то я не знаю, панцирем, что ли, то есть люди считывают, что вы закрыты, как будто вы защищаете, вы как будто все время находитесь в опасности, если женщина здесь, то мужчины возможно часто вам говорили о том, что как-то хочется вас защищать, то есть вы как будто какая-то хрупкая такая, и хочется постоянно вас защищать, хорошо, ну вот такую внешность вы дали, мне дали как-то больше каких-то характеристик, давайте мы посмотрим с вашей точки зрения, да, в чем плюс вашего тела, именно с вашей точки зрения. Вот вы выносливый человек, у вас очень сильная воля, у вас очень сильная воля, и вы прям, знаете, вы ощущаете себя, да, я говорила ранее, что люди вас воспринимают хрупко, но вы как человек, вы очень сильный, и плюс вот у вас вот такое, знаете, вы как будто бы терпеливый, вы как будто бы такие, знаете, вот упорные, да, в своих достижения, какой-то своей цели, возможно, да, вы как будто бы, знаете, накапливаете, у вас этой веси может быть, что вы накапливаете, накапливаете, а потом неожиданно начинаете там наблюдать за своим питанием, да, все правильно, то есть, ну, оставляете, что-то, как будто накапливаете, а потом хотите, ну, избавиться от этого, потерять. Может быть, вы легко сбрасываете, как легко набираете, так и легко сбрасываете, но плюс в вашем теле вот именно такой, знаете, выносливость, сила физическая и выносливость, еще вы считаете себя достаточно сексуальным человеком, батарейкой такой некой, у которой много, ну, ваше тело транслирует, что вот много ресурсов, много энергии, и вы не умеете, знаете, у вас здесь нету баланса, вы часто себя опустошаете, вот вы как-то не можете найти внутри себя какое-то примирение, и как это может отыгрываться в плюсе, наверное, вот из-за того, что вы как-то внутри себя не можете найти вот это вот успокоение, то есть плюс для вас вот то, что вот эти сложности, которые вы получаете, они заставляют ваш мозг очень активно интенсивно думать, решать задачу в голове, и это с вашей точки зрения дает вам какое-то развитие, то есть акцент идет на интеллект больше, ну, и тем самым, конечно же, проигрываете слой, вот этот вот сценарий, да, что одеваете разные маски, но плюс вашей вот именно сексуальности, которую вы излучаете, может быть, сами вы это не ощущаете, да, но вам об этом по крайней мере говорили, что вы очень-очень сексуально, это вы знаете, харизматичная какая-то личность, это не обязательно, чтобы была красота внешняя, а это то, что вы излучаете, ну, какой-то вы знаете, некий магнетизм, да, некую такую ресурсность, которой люди могут пользоваться, и потом вы чувствуете себя опустошенным, да, каким-то таким потерянным, то есть здесь получается так, что как будто вы неправильно аккумулируете свою энергию, но при этом вы считаете, что вот это для вас плюс. Хорошо, давайте посмотрим вот с точки зрения высших сил, в чем плюс вашего тела, ну, то есть почему-то тело-то выбрало это. А плюс как раз-таки вот заключается в том, что тело было дано для, во-первых, это духовная одиссея, да, одиссея, по-гречески это значит одиссея, по-русски я не знаю куда ударение ставить, одиссея, одиссея, ну, в общем, путешествие. Именно духовная, помните, я говорила о том, что ранее, да, что вот вам нужно как раз-таки вот вы теряете, да, свой путь духовный, да, постоянно идете, проживаете не свою жизнь и у вас выбор всегда будет стоять на протяжении всей вашей жизни, пока вы не найдете себя вот вот этого духовной потерянности. Вот для этого вот духовной потерянности вам как раз-таки и дано тело, в этом-то и плюс, то есть вы в этом теле сможете, да, то есть в потенциале ваша душа верила, что именно в этом теле вы сможете найти вот этот вот свой путь. Он поможет вам как-то вот в ваших духовных практиках с одной стороны, а с другой стороны он даст вам именно красивую такую жизнь, то есть, по крайней мере, тело надеялось на это, что вы сможете, когда найдете, да, вот это вот, ну, то есть будет ваше восприятие жизни, когда изменится, когда вы будете относиться к жизни иначе, как к некому путешествию, да, накапливанию либо собирательству опыта определенного, да, вот в этом вы будете находить именно красоту жизни и именно вот в вашем теле, ну, с какой точки зрения вам ваша душа и выбрала именно это тело. Хорошо, давайте посмотрим с вашей, опять-таки, субъективной точки зрения, что вам, ну, так скажем, не нравится, да, либо что в минусе именно с вашей точки зрения, с точки зрения души, как я говорю, по первой позиции смотреть не будем, потому что минуса нет, минус это чисто, как сказать, категория, либо свойства нашего ума, поэтому с точки зрения души у вас все идеально подходящее тело, поэтому минусы здесь мы не будем рассматривать, но с вашей субъективной точки зрения, да, минус заключается именно, вот как будто бы у вас, во-первых, исцеление происходит не так быстро, да, а с другой стороны вам кажется, что вы как будто бы не обучаетесь, да, то есть может быть здесь вопрос, например, памяти встает, да, как-то вот сложно вам что-то запомнить, и здесь идет, ну, во-первых, излечение, да, регенерация не так ярко выражена, ну, то есть медленно восстанавливаетесь, возможно, да, после каких-то болезней, а с другой стороны, вот здесь минус вашего тела, скорее всего, больше опять-таки идет на умственную активность, то, что я говорила, да, и выше, то, что есть в вашем теле, здесь как раз-таки связано с тем, что вы не можете сфокусироваться, вот у вас проблема, она как-то связана с фокусом, внимание, возможно, в школе вам говорили, что вы не усидчивый человек, но это не связано с тем, что вы активны, да, потому что стихии огня у вас нету, ну, не проявлено, так скажем, то, что нету, она все есть, но она в спящем каком-то таком состоянии, то есть вы больше опираетесь на стихию земли и воздуха, да, и вот здесь как раз-таки вот эти вот ваши переживания, да, вот эти вот ваши волнения, они не дают вам как-то сфокусироваться, то есть здесь ваше тело, оно как-то вам не помогает по жизни, именно связанное как-то с обучением, да, либо как-то это связано с какими-то традициями, то есть здесь вам кажется, что оно не помогает, но здесь обучение как-то идет, да, здесь как-то вот правила, здесь какие-то возможные рамки, то есть вам кажется, что ваше тело как-то вот ограничивает вас, каких-то шансов, да, каких-то возможностей, но здесь точно вот с фокусом внимание, да, здесь что-то есть, ну вот и почему-то кажется в память, но это связано потому, что вы не сфокусированы, не умеете сосредотачиваться, очень много думаете, очень много всего держите в голове, но вот это вот только я бы сказала, с умственными процессами связанными, хорошо, давайте мы перейдем, идем дальше, так, позиция номер три, для какого урока вы родились в этом теле, то есть какой здесь у вас сценарий, я хочу посмотреть, да, один из сценариев, один из сценариев интересная карта, я ее впервые вытаскиваю, она называется безжизненность, да, здесь такое ощущение по самой карте, что как будто вы живете не сто процентов, не по полной, вот как будто бы у вас что-то сковывает, да, по рукам, по ногам связанное, вы как будто бы не можете вдохнуть, что ли, вот есть какие-то ограничения, вот вы не умеете как-то наполненности, да, знаете, вот какой-то целостности, наполненности вы все время будете ощущать, вот этого не хватает вам. Так, это сценарий, который у вас будет проигрываться, давайте я посмотрю ваше тело, как оно выглядит для, именно для этого урока, то есть урок у нас уже есть сам по каким-то ограничениям, посмотрим в теле какие-то ограничения. Знаете, теле достаточно земной человек, я не могу здесь сказать про рост, возможно, но здесь рост выше среднего, я не могу сказать, что здесь прям слишком высокие люди, но по крайней мере выше, чем вот предыдущие две позиции, ну, то есть выше метр семьдесят, если мужчины, может быть, выше даже метр восемьдесят. Здесь такие достаточно изящная такая фигура, красивая такая спортивная, но здесь я вижу, знаете, вот вы как-то достаточно заземленные, тяжеловатые, да. вот здесь как-то одновременно вы можете быть подвижным человеком, постоянно находиться в движении, и вот одновременно как будто бы, знаете, вот что-то в вашей жизни переходит, как-то вас переключили, и вы типа сидите, все, я больше не хочу двигаться, я ничего не хочу делать, я сижу, это не апатия, а вот как-то, как будто бы ваш мозг как-то переключается, и вы коп и остановили. Знаете, в динамической медитации есть такое состояние, когда начинаете, отпускаете свое тело, и оно самостоятельно начинает двигаться. Когда мы динамическую медитацию направляем на исцеление, да, на восстановление своего организма, бывают такие моменты, когда она замирает, вот, но в этот момент происходят другие микродвижения, которые внешне, они, может быть, не выражаются в теле, ну, не видно, не ощущаете как будто бы некое замирание, на самом деле внутренние процессы происходят. Вот здесь у вас так так же бывает, то есть внешне вы двигаетесь, двигаетесь, потом лопой замерли. Это может быть большой период времени, это может быть маленький период времени, неважно, но вы очень долго время двигаетесь, двигаетесь, потом лопой замерли на какое-то время. Как выглядит ваше тело? Ну, я могу сказать, что вы достаточно позитивный человек, да, достаточно такой добрый, хочется сказать. Я не знаю, как это выглядит во внешности, но вы такой, знаете, человек достаточно подтянутый, да, с ровным позвоночником, однозначно, то есть если в второй позиции были проблемы с позвоночником, у вас, я не могу сказать, что есть какие-то проблемные, наоборот, я бы сказала, что достаточно такие подтянутые, не то что стройные, но вот подтянутые. здесь вы знаете, больше упираетесь как-то вот на своё тело, делаете акцент, нежели на ум, то есть вы слушаете своё тело, вы умеете коммуницировать со своим телом. Как ещё внешне вы выглядите, но если вы женщина, то вообще очень жественно и достаточно такая, ну, мягкая может быть энергия, но вот опять-таки, знаете, какое-то такое вот противоречие, что неожиданно вы как будто бы меняетесь, ну, то есть вас воспринимает по одному, а потом в лоб и неожиданно как-то поменялись, и может быть это и во внешности даже как-то выглядит, ну, проявляется, как-то вот как будто бы обратились, да, как обордень, как обратились и начали показывать какую-то вот свою другую, вторую ипостасию. Ну, человек под двойной личиной здесь, двойной личиной. Внешне, как ещё, ну, сложно, знаете, вы человек, который у вас нету конкретного своего образа, вы создаёте какой-то образ, тот, который посчитаете нужным в тот или иной момент, то есть вы будете выглядеть так, как вы посчитаете нужным, что вот для той или иной обстановки надо мне вот выглядеть именно вот так. Здесь конкретно сказать, что у вас есть какой-то свой стиль в одежде, либо как-то вы выглядите, нет. Здесь всё, мне кажется даже, что люди не могут понять и охарактеризовать вас конкретно, потому что вы как-то вот, ну, выглядите так, как вы хотите, вы создаёте какую-то свою картинку и подпитываете её, этот образ, и люди в него как-то верят. То есть вы знаете, на самом деле, вот даже как-то вот вы была карта королевы, вы как-то такое ощущение, вы как будто вы скрываете то, что вы являетесь на самом деле. Мне интересно, как это связано с вашим проигрыванием вашей сценарией, обижало, вот эта безжизненность, да. А здесь такое ощущение, что вот у вас очень большой потенциал сильный, и вы его скрываете за тем, что типа я показываю только какую-то свою часть, только какую-то свою грань и никогда не показываю полностью все свои способности. Как физические, так и ментальные. То есть вы не показываете себя по полной, по внешней, то есть вы можете казаться одним человеком, а на самом деле, то есть, ну вот допустим, если бы это было как в прошлом столетии, да, то есть как будто бы такой крестьянин, ну либо девушка, либо мужчина, а потом вас пригласили на бал, и вы как будто вопы преобразились, и люди удивляются, как так. То есть тут ты был незаметным и сливался как-то с природой, а вдруг неожиданно какие-то, вот знаете, ну если женщина так покрасилась, приоделась, и воп сразу королевой стала, как так, то есть никто не замечал. То есть так вроде бы без боевого окраса и одеяния кажешься таким, ну средненьким человечком, а тут вопы сразу такое преображение. Внешне еще покажите мне, как выглядит ваше тело. Ну вы, хочу сказать, что не выглядите на свое время, часы выпали на свой возраст. Либо наоборот, очень сильно переживаете за свой возраст, либо наоборот, то есть здесь и так, и так может быть. То есть вопрос времени, он для вас очень актуален во внешности. Ну вы себя транслируете достаточно такой холодный. если мужчина, наоборот, безэмоциональный человек, который умеет контролировать свои эмоции, ну по крайней мере старается, но всегда выставляете какую-то защиту. Всегда как-то, ну достаточно вот холодный такой человек. Ну вы таким не являетесь, поэтому вот сценарий безжизненности, а жизнь это движение, это яркость, это краски. А вы себя транслируете как человека достаточно холодному. То есть не показываете ту жизнь, которая есть внутри вас. То есть вы наоборот показываете себя, что вы... Ну вот свечка опять потекла. Ну прекрасно, потекла на вторую позицию, потекла у вас. Хотела посмотреть, на что похоже. Здесь вот как раз таки земля и холод, да, противоположность такая. Ну вот вы как-то вот знаете вот свою огненность внутреннюю, даже не огненность, а вот какую жизнерадостность такую, да. Вы ее перекрываете вот этим поводом. Хорошо, а в чем плюс вашего тела с точки зрения, ну вашей субъективной, да, в чем плюс вы видите своего тела? Ну, во-первых, плюс сразу вижу как-то вот видите, противоречие, да, а может быть и нет. Плюс ваше тело, оно помогает вам жизненно. Оно помогает вам, вот оно знаете какое-то такое достаточно привлекательное, страстное, да, то есть вот благодаря собственному телу вы можете включать вот эти свои инстинкты. Иногда животные, ну, телесные, так скажем, не животные. Ладно. То есть здесь ваше тело может помогать вам наслаждаться сексом. Это может быть очень яркий здесь секс, да, здесь может быть большое количество раз, допустим, если мужчина с хорошей потенцией. Если женщина, то та, которая получает удовольствие от секса, то есть наслаждается вот эта вот сексуальная энергия, очень хорошо проявляется, и вам это нравится. С другой стороны, здесь еще знаете, как здесь проигрывается то, что вы внутри себя это ощущаете, да, но здесь есть какая-то хитрость вот непосредственно с этим. То есть, знаете, здесь почему-то очень ярко у меня проходит какой-то сексуальный аспект, да, что, возможно, вы являетесь тем человеком, который хотел бы попробовать разным, ну, строить себе какие-то, допустим, фантазии, мечты, но в реальной жизни не реализовывает это. Может быть, партнер не тот не подходит, может быть, где-то как-то боитесь, как это сделать, может быть, как-то в голове проигрывается, что это не морально или еще аморально, либо еще как-то. Ну, то есть, опять-таки, вот это вот ваш сценарий, да, безжизненности, вы его и транслируете, то есть внутри есть желание, да, поэкспериментировать, попробовать хотя бы раз в жизни что-то такое достаточно яркое может быть, то, что бы вас наполнено, наполнило в сексе, да, то есть проявить себя, но вы где-то хитрите, если вы этого не делаете, либо себе как-то запрещаете, да, либо придумываете себе какие-то сценарии пугающие, что останавливаете себя вот именно от этого опыта новой, вам это нужно, то есть, но опять-таки, вы это делаете, потому что важно проиграть сценарий вот этой вот безжизненности, то есть ограничиваете себя в красках, хорошо, то есть ваш плюс здесь непосредственно в вашей активности, в вашей яркости, да, и сексуально здесь проигрывается, либо оно помогает ваше тело здесь реализовывать ваши амбиции и желания, здесь человек достаточно такой, умеющий управлять своими этими желаниями, да, он владеет инстинктами и достаточно, я бы сказала, такой коммуникабельный, но опять-таки, вы не болтливые, нет, а вы умеете управлять этой стихией огня, вот видите, и о сценарии безжизненности говорит о том, что у меня этого нету, да, я не живу, у меня нет этого огня, но на самом деле вот в этом хитрость состоит, что огня-то у вас достаточно и очень много даже по королю, это мастер умеющий управлять этой стихией, хорошо, в чем плюс вашего тела с точки зрения высших сил, давайте посмотрим, не высших сил, а вашей души, то есть почему она выбрала это тело, для чего-то она выбрала, то есть почему она посчитала, что именно вот такое тело, да, для вас плюс. Ну, здесь встает вопрос дружбы, да, именно партнерство, умение, чтобы вы научились, я бы так сказала, да, чтобы вы как-то научились находить баланс здесь в дружбе, мужчина-женщина, вот картинка такая, вот, мужчина-женщина, мужчина-взрослее стоит, и у них в руках инь-ян, и они являются целом одного дерева, то есть здесь, как это называется дружба, здесь получается так, что ваша душа надеялась на то, что вы все-таки придете именно вот к этой гармонии, да, что с одной стороны есть сценарий безжизненности, есть вот такой вот мужчина, да, который ощущает себя связанной по рукам, по ногам, а сверху него женщина такая яркая, да, то есть вот гармонизация вот этих двух энергий, пассивной и активной, и тело дано вам для того, чтобы вы все-таки смогли это сгармонизировать, да, это будет не сразу, а карта приключений говорит о том, что это ваш жизненный урок, это ваш жизненный какой-то опыт, и она очень, душа надеялась на то, что вы придете к этому, да, то есть здесь как раз-таки, опять-таки, земля и холод идет, да, то есть холод это вода, вода замерзшая, да, как раз-таки вода и земля, здесь тоже, видите, идет такое вот противоречие, то есть вы как будто бы вот эти вот две противоположности сможете в себе как-то уравновесить. Да, это связано, холод это воздух и вода, воздух и вода, а воздух является у нас как раз-таки противоположностью стихией земли, которая у вас есть. И здесь получается, что, да, как раз-таки вот две противоположности, они смотрят в разные стороны, одна смотрит в будущее, другая в прошлое, поэтому с точки зрения вашей души и ваше тело было дано как раз-таки для того, чтобы вы научились балансировать две энергии, активную и пассивную в себе, то есть тепло и холод, вот эта вот двойственность, да, в энергии, имейте это в виду, но делать это, знаете, как ощущение такого некого приключения, да, что вот на пути, то есть сейчас я опознала одну сторону, потом я хочу познать другую, а потом понять, как это можно балансировать, еще какой сценарий, ну вот, и третье, как раз-таки теперь дополнилась вот свобода, да, то есть это и даст вам свободу, умение соединять в себе противоположные стороны, то есть принимать и то, и другое. Для этого вам было дано, ну, то есть душа выбрала ваше тело именно таким, знаете, это еще как может выражаться, допустим, в детстве вы были таким полненьким ребенком, а возрасте вы уже осознали, что нет, и идете, ну, допустим, худеете, идете в другую крайность, ну, допустим, очень много килограмма сбросили, и здесь как раз-таки, то есть одна крайность тела и другая крайность тела, либо обпитались как попало, ну, то есть все дозволяли, позволяете, а потом наоборот ушли в ограничения, то есть вот здесь вот через тело как-то вот у вас двойственность, либо какие-то даете сильные нагрузки, а потом, помните, я говорила, то есть вы либо активничаете, а потом вот замираете, вот здесь вот такая вот двойственность как раз-таки, да, именно вот на познание вот этой вот некой дуальности стихий. Хорошо, а теперь давайте посмотрим, а в чем же минус вашей точки зрения в вашем теле, именно минус, потому что точки зрения души минуса нету, не может быть, она его специально выбирала, и это идеально, как я уже говорила по предыдущей позиции, но с вашей точки зрения в чем же минус? Два раза выпала луна. Вы смотрите, да, я говорила о дуальности, у нас выпала луна и солнце, то есть два светила. Солнце, которое ярко и активно горит, и оно, это активная часть, да, больше мужская, а луна это пассивная, почему? Потому что это то светило, которое не имеет собственного света, и оно отражает именно солнечный свет, да, то есть как зеркало, поэтому его и называют зеркало, оно не имеет собственный свет, отражает свет солнца. И вот здесь вот ваш минус получается с вашей точки зрения, что как будто бы вам, возможно, не хватает энергии, да, ну, конечно же, сценарий безжизненности, да, и вы его так и проигрываете, то есть он имеет, вот этот сценарий, он имеет общее влияние на все, и вам кажется, что ваш минус в том, что, ну, либо энергии не хватает, либо она, наоборот, какая-то у вас цикличная, да, вот как-то вот с периодичностью приходит, уходит. Что еще в минусе, да, в вашем теле? Ну, может быть, если женщина, да, смотрит, то здесь вот как-то вот в минструальном цикле, он, если мы говорим в более раннем возрасте, да, ну, то как-то влияет на вас, то ли это настроение у вас падает, то ли вот как-то вот так ограничивает вас, да, может быть, слишком болезненные, такие не очень приятные, может вам казаться, ну, здесь с энергией связано, например, что не хватает энергии, не хватает сил, не хватает ресурсов, вот, а для чего вам не хватает здесь ресурсов, да, как будто будут решать какие-то свои задачи, есть еще какие-то вот бытовые моменты, которые у вас забирают эту энергию, и вам, ну, не хватает сил, допустим, элементарно женщина для себя как-то, как будто бы не может найти сил, потому что есть какие-то домашние дела, здесь надо убраться, здесь надо приготовиться, и потом уже сил как будто бы на себя не хватает, мне надо пойти на одну работу, потом еще куда-то по делам, то есть вот эта вот бытовая жизнь, она как-то, ну, влияет, да, вот здесь вот какие-то вот иллюзии могут быть касательно времени, и также иллюзии могут быть касательно, ну, это обман, да, какой-то вот вы обман себе придумываете касательно энергии, что за обман здесь, что вот вы не можете быть в балансе, понимаете, что вот как-то вот вам не хватает, не можете сгармонизировать, как не можете успокоиться, вот эти вот качели, они у вас присутствуют в теле, и как они выражаются, ну, вот вы как будто бы не можете отпускать свое прошлое, знаете, как-то вот с привычками как-то вашими связано, вы циклитесь на, на чем-то одном, на своих страхах иногда, да, о том, что вот никогда у вас не получится отдохнуть, да, что вот надо все время выходить из баланса, вот вам этого не очень-то и хочется, и здесь получается, что вот вы циклитесь, да, на этих страхах, и как-то вот прошлое, оно влияет на вас, вам уже неудобно, некомфортно, вы хотите идти в будущее, но все равно что-то вот вас сдерживает, знаете, вот эти вот просто воспоминания, почему вы не можете прийти в балансе, потому что очень часто вспоминаете что-то из своего прошлого, да, какие-то, знаете, может быть, желания, которые вы не реализовали, может быть, то, что на что вы надеялись, оно не реализовало, и жалко уже отпустить, то есть я столько времени думаю об этом, да, это не обязательно партнер, это может быть что угодно, какие-то вот воспоминания, это то, что вот, может быть, места какие-то вспоминаете, может быть, детство свое вспоминаете, и вот оно не дает как будто бы вам покоя и вы не можете быть в балансе и вот здесь вот единственный минус как будто бы вы не радуетесь своему телу ну вы сами его ограничиваете да очень много работаете очень много работаете очень много сил уделяете в реализации себя и поэтому не хватает энергии для для радости для праздника для легкости но опять-таки помните сценарий безжизненности на что у меня нет жизни я не могу полностью ей радоваться наслаждаться то есть и в минусе это вот так проигрывается у нас была третья позиция не знаю насколько она у вас отыграется найти иногда такие казалось бы простые темы но почему-то бывает так что их сложно как-то считывать ну пробуем пробуем как получается получается я благодарю вас за внимание жду ваших лайков дизлайков комментариев если вы не нажали еще на колокольчик я попрошу вас нажать сделать это чтобы получали оповещение да чтобы в ленте непосредственно в ютюбе расклады мои рекомендовались я имею ввиду чтобы было движение а я с вами прощаюсь до новых встреч пока 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 Продолжение следует...